МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. У студии Серхи и Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Новая обличча знакомых городов. В рамках месячника доброго порадкования в населенных пунктах Минщины завершается рамон дорог и улиц. В первую очередь, конечно, делаются у нас сейчас, мы приняли решение делать пешеходные дорожки, дворовые территории. Житево важные показчики у старичного региона назирается рост грошовых доходов насельства. В декабре месяце начинается набор сети обследования домашних хозяйств по уровню жизни на 2015 год. В опробовании великой сцены Белозовский аккорд прогучал у Жодини. Белозовский аккорд наш одинаковый вечер. Дух музычного споборництва отшула Вероника Тверко. Новая обличча знакомых городов. В рамках месячника доброго порадкования в населенных пунктах Минщины завершается рамон дорог, уборка пролеглых территорий. Проводятся субботники, уделы яких принимают студенты и супрацовники местовых предприемств. Основные работы традиционно выконываются коммунальными службами. Так, в Молодежинском районе на многих дорогах проводится ямочный рамон, будуются тротуары, заявляются новые детячие пляцовки, в улице становятся больше сручными для людей с обмежеванными махчимостями. В первую очередь, конечно, делаются у нас сейчас, мы приняли решение делать пешеходные дорожки, дворовые территории и асфальтирование сплошное, где ходят автобусные маршруты. В данный момент порядка 5 миллиардов рублей освоено на дворовых территориях. Уже сделано более 9 дворовых территорий. Дарочи усягона рамон дорог и в улице Молодежинского района выдатковано больше за 14 миллиардов рублей. Первыми приобщениями в внешнем выгляде города и района зауважили джихары Молодежинщины. Город очень нравится, мы любим свой город, благоустраивается. Конечно, заметно, особенно дороги. Здесь нам летом сделали площадку, но очень нравится, есть куда выйти, можно присесть, посидеть, ребенок где-то ходит, отдохнуть можно, мы довольны. И здесь вот обуго устроили, у меня муж машину не знал, куда поставить. Здесь как-то вот стоянку сделали. Кто не приезжает, говорю, приедьте, посмотрите, как должен выглядеть центр города в простом маленьком городе. Житево важные показчики. На Минщине назирается рост грошовых доходов насельничества. Середнемесячный заработок жихару в столичной региону в первом погоде склав больше за 5 миллионов 600 тысяч рублей. Такие дадены огучили уголовным статистичным управлением Минской области. Лишь бы заснованы на выниках выборчих доследований хатни и господарок. Подобно мониторинг специалистами проводится без перопына. Выучаются узровень выдатка у структуры и динамика дохода у десятки инших покажечков. В декабре месяце начинается набор сети обследования домашних хозяйств по уровню жизни на 2015 год. В те домашние хозяйства, которые попали в нашу выборку, придут письма из Национального статистического комитета или специалисты с аналогичным письмом обращения. Убедительна просьба к жителям Минской области не отказываться сразу от участия в нашем обследовании, а почитать внимательно письмо, побеседовать с нашим специалистом, подумать, ведь вам выпадает уникальный шанс принять участие в выборочном обследовании по уровню жизни, предоставить свою информацию, и на базе этой информации, обобщенной нашим правительством, будут приняты важные социально значимые решения и проекты. Привитание с минулого стагодя раритетный милицейский мотоцикл, який количестве был амальадзинным службовым транспортом белорусских правоохоуников, упрогожил территорию корянового будинка Червинского районного отдела внутренних справ. Желто-синний артефакт устаревали все лета до 94-й годовины утворения Червинской милиции. Мотоцикл собирали литерально по запчастках, обновляли его на протягу амали двух годов и по старых фотосдымках. Миновата на подобном транспортном сродку некольки десятков год тому сопрацовники правоохоуных органов патрулявали в улице. Сегодня он уже является раритетом, как можно даже сказать, можно отнести его в музей МВД. Благодаря инициативе начальника РУВД вот поставили возле отдела как память о прошлом. И отец проработал 30 лет в ГАИ и начинал работу на этом мотоцикле. Поэтому это лицо милиции в основном, когда культурно, аккуратно, красиво и приятно зайти в это здание. Что здесь работа для людей, его благо людей. Мифы и реальность. Полотны со светом ядомого Мастака уродженца Минщины Леонида Гурбо, представленные Укопыльским районным краезнавчим музеем. В экспозиции коле 30 живописных и графичных работ. И они написаны в розные годы и творчестве Мастака. Картина длюстровывает литературные, мифичные, историчные и религийные сюжеты. Персонажи усабляют фантазию и реальность аутера. Леонид Гурбо особливо любит смаливать к ветке. Там на выставе можно найти и натюрморты. До слова, персональные выставы Леонида Гурбо проходят на протягу амаль 40-х годов, а многие его полотна находятся в приватных коллекциях. Тут целый цикл картин по булгаковому мастеру Маргарита. Здесь можно увидеть Ромео и Джульетта, здесь можно увидеть натюрморты. В свое время, когда-то Филарет сказал, что именно картины Леонида Михайловича учат красоте человеческих чувств, красоте человеческих отношений. В них заложено и духовное, и душевное, чего нам так сегодня не хватает. Выпробование великой сцены. Беллазовский аккорд прогучал у Жодини. Один слова, конкурс молодых экстрадных выканавцев проходит на Минщине уже в 13-й раз. Мистичная личба не напожала 15-ю дельников из разных кутков Беларуси и ближняя замежа. Оценивала их профессионная жюри. Каждый конкурсант имеет умогчимость представить две песни, одну из которых обовязково на беларуской мове. За гран-при традиционно разгорнулася соправная боротьба. Дух музычного споборництва отшла Вероника Цверко. Юлия Кашчы из Украины один из замежной конкурсантки Белазовского аккорда. До Жодина девчина добиралась Амаль сутки, а легета оказалась негалонным выпробованием. Необходно было выучить беларускомолную песню. Я была на конкурсе у нас в Украине и девочка из Беларуси пела эту песню. Ружья-кветка она называется. Хотя языки очень похожи, но было сложно. Ну ничего, я справилась, свое учила. Для многих конкурс стартовая пляцовка. Микита Фоминых удельничал в самом первом белозовском аккорде в 2002-м. После конкурса Юн Кончаткова вырослась ввязать свое жите с музыкой. Раз 12 годов спевак приехал в Жодина обновить уражение. Все меняется, но я думаю, что белозовский аккорд имеет право на жизнь. Это один из лучших вокальных конкурсов в Беларуси. Мы ищем новых интересных исполнителей для того, чтобы затем их привлекать для работы, сотрудничества уже с профессиональными коллективами, с президентским оркестром на профессиональной сцене. Узрост конкурсантов от 16 до 30 годов. Молодость и опыт тут не суперники. Кожен выканавца веде. Издевить жюри за усёденья просто. Многие идут на эксперименты. Я вообще занимаюсь классикой, классическим пением и работаю в оберном театре. А эстраду я не пел лет шесть, но вот решил вспомнить, как это делается. Критерии всегда на всех конкурсах одни. Это надо каким-то образом впечатлить капризные жюри. Этот конкурс отличается тем, что у него проводится хорошая подготовительная работа. И случайных здесь конкурсантов не бывает. В первую очередь это концер. И то, как они себя преподносят, как они могут собраться, справиться с волнением и выйти на сцену и донести то, что они хотят донести, не учитывая то, что в зале сидит жюри, вот это мы будем оценивать. Все выдатки конкурсантов на переезд и проживание взял на себе жоденский машинобудовничий гигант. Помежду репетициями молодые выканавцы разом знакомились с городом. Атмосфера на конкурсе очень веселая, дружелюбная, несмотря на конкуренцию, потому что это все-таки конкурс. Выражание всегда очень рады этому конкурсу, потому что при всей сохранившейся, так скажем, внешней форме он всегда несет в себе новое внутреннее содержание, это и новые песни, новые имена. Ну, это очень интересное зрелище. Ты подшагай приху, настанет день и в свете будет рада. На Белазовском аккорде и на любом творчем фестивале головные журы-глядачы. Эмоции жоденской публики супали за знаками профессионалов. Шквал аплодисментов и гран-при конкурса отримала конкурсантка из Ивацевича Алина Молош. Егор Шаранков со Светлогорска отримал диплом другой ступень и приз глядацких симпатий. Дипломом переможца отправился так само в Минске Глыбокая. Крэнка Цирко Алексий Калупанка Минщина. На этом у меня все. Доброго вам настрою.